Как выявляются комплайнс-риски в организации? Посмотрите, пожалуйста, я не устаю об этом говорить, чтобы у вас внутри постоянно работала вот эта процедура. Комплайнс, если у вас еще даже нет подразделения, это не значит, что у вас нет функции соблюдения требований. У вас она есть, она распределена, и основную работу ведет генеральный директор в этом случае. Комплайнс-процедуры не должны ограничиваться контролем за соблюдением требований нормативных правых актов. Это одна из частей комплайнс-функции. И очень важно просчитывать и формировать риск-ориентированную модель за благовременного выявления рисков. Комплайнс-служба должна учитывать все факторы. Этика, бизнес-среда, культура поведения, наиболее часто встречающиеся риски. Здесь важный момент и профессиональная деятельность, с точки зрения, с кем вы взаимодействуете чаще всего. Анализ, где чаще всего срабатывают риски. Обязательный анализ тяжести последствий от срабатывания рисков. В отчете о комплайнс-риске используется форма для уведомления о риске, направленная на сбор данных, мониторинг, контроль рисков и включает в себя следующую информацию. Во-первых, конечно же, область комплайнс-риска. Вы должны видеть всю поляну, на которой вы находите комплайнс-риск. А поскольку это бизнес-процессы, то они у вас должны быть все под вниманием описаны. Дата события, повлекшего возникновение риска. Мы выявляем это. Предприятие. Где это происходило? Описание события, связанного с риском. Нужно очень подробно описать, что происходило, кто в нем участвовал, какие факторы взаимодействовали, причины или, предположительно, причины. Вероятность повторного возникновения рисков. То есть, что нужно сделать, один раз попав в этот риск, чтобы никогда больше такой риск не повторялся. Убрать такие грабли с дальнейшего пути. И возможные последствия. Без последствий никак. Посмотрите, какие важные моменты я сейчас хочу вам сказать. Что сейчас наука и практика говорят больше не о том, что часто срабатывают риски, и поэтому надо на них больше заострять внимание. А смещается приоритет на том, что даже маленький риск, когда он сработает, может такие последствия невероятные для организации принести, что они будут терминального характера. То есть, организация должна потерпеть такие серьезные убытки и ущерб, которые ведут, собственно говоря, к прекращению деятельности. Вот одним из обследований, одним из инструментов самообследования является у нас с вами карта рисков. В каждой организации должен быть этот визуальный документ, а в нем отражаются направления проверок, требования, текущее состояние дел. Обязательно градируются по значимости, по частоте срабатывания. Обязательно в каждом бизнес-процессе должны быть описаны те риски, которым этот бизнес-процесс должен... от которых должен отстраняться. И вот эти моменты уязвимости каждого бизнес-процесса, они должны очень четко у себя в голове держать руководителя этого бизнес-процесса и участники, чтобы не подвергать этот бизнес-процесс рискам, способным его нанести ущерб или чтобы вообще этот бизнес-процесс перестал существовать. Вы знаете, можно выявлять риски заранее, и это важно сделать. То есть комплайн-система – это система заблаговременного рискоориентированного ориентированного выявления и прогнозирования этих рисков. Поэтому вы можете какой-то частью, которая называется у вас комплайн-служба, комплайн-специалист, менеджер, постоянно нацеливаться на то, чтобы эти риски отгонять от этих бизнес-процессов. И критические и катастрофические риски – это те, которые стопорят деятельность предприятия, занимают большое количество энергии, сотрудников и финансовых средств, не позволяют в расчетное время получить плановый результат. Комплайн-программа позволит вам определить сроки проведения дел в соответствии и выстроить в четкий плановый режим, в котором вы можете прописать риски, индикаторы, которые отражают ваши вероятностные срабатывания, у вас срабатывание каждого из рисков. Если вы к этому вопросу отнесетесь осознанно, опишите это, то велика вероятность, что вы просто избежите вообще столкновений или встречи с этим риском. Порой слышишь от менеджеров, от собственников, когда что-то уже случилось, один и тот же комментарий. Если бы я это заранее знал, понимал, то, скорее всего, мы бы так не поступили. Уважаемые коллеги, огромное информационное поле сейчас постоянно меняется. У нас в Национальной ассоциации Комплайнс сформировано большое количество библиотекознаний по тем риск-случаям, по опыту, практикам различных отраслей и различных организаций и предприятий для того, чтобы их избежать. Обращайтесь. Мы заинтересованы в том, чтобы распространить вот эту превентивную систему заблаговременного риск-ориентированного подхода к работе с возможными неблагоприятными последствиями от рисков. Поэтому готовы этим делиться. Так же, как мы делимся этим сейчас, у нас здесь на вебинаре на YouTube-канале Национальной ассоциации Комплайнс. Так, а кроме Комплайнс-менеджера, я вопросы смотрю. Кроме Комплайнс-менеджера, кто еще мониторит бизнес-процессы? Вы знаете, ну, конечно же, держатели этих бизнес-процессов должны мониторить с точки зрения правильности подходов. И, конечно, Комплайнс – это как некая, знаете, контргайка – это дублирующая, это зонтичная структура, которая помогает, настраивает, обучает, если что-то происходит новое в этом плане. Поверьте, это потом сторица обязательно вам вернется правильным, хорошим результатом действия этого бизнес-процесса. Уважаемые коллеги, я очень рад, что сегодня у нас есть активность. Я надеюсь, на большинство вопросов я дал ответы, комментарии, или вы увидели это сегодня у нас в презентации. Если у вас есть желание, повторяю, пожалуйста, разобрать детально вашу ситуацию, обращайтесь к нам, ссылочки есть, все наши координаты присутствуют. Еще раз, просьба, поставьте лайк, подпишитесь, распространите эти знания среди своих коллег в ваших организациях. А теперь я прощаюсь с вами до следующего нашего вебинара. Желаю вам быть здоровым, успешным, будьте комплайенс, соответствуйте всему, чему нужно соответствовать для вашего успеха. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok